Лихорадка деньги не просто приковала койки Барнаульца Герасима Григорьева. За пять дней мужчина уже перенес кому. Сейчас его состояние стабильно тяжелое. Вчера он открыл глаза. Сегодня сложно понять, может ли мужчина вообще на что-то реагировать. У него при этом давление стабильное, даже когда он шевелится. Я смотрю уже в течение 10 минут. В семье о состоянии Герасима знают понаслышке, так как не имеют возможности связаться с врачами. Представитель МИД в Барнауле сообщил, что в их ведомстве связались с российским консульством. Чтобы сделать запрос в тайский госпиталь. Сейчас главное понять, можно ли оставлять Герасима в больницах Пхукета, Бангкока или лучше транспортировать в Россию. Отечности, плохие показатели, врачи говорят. Состояние у него стабильно тяжелое, без изменений, никаких положительной динамики у него нет. И это, наверное, сегодня самое страшное. Лечение на родине будет дешевле, но близкие опасаются, что наши врачи плохо знакомы с вирусом лихорадки деньги. Да и сам переезд сейчас опасен для здоровья мужчины. Заключение должны выдать тайские врачи. Пока неизвестно, сколько Герасиму придется провести в стенах Пхукетского госпиталя. А ведь только один день пребывания в больнице обходится в 150 тысяч рублей. Теперь Герасима не выпустят из страны, если он не покроет долг за лечение. Узнали друзья, знакомые. И вот сейчас я просто чувствую, что столько людей, которые готовы помочь. Невероятная сила, невероятная поддержка. И есть ощущение, что мы не одни. Родственники говорят, что помощь приходит даже от незнакомых людей. Сегодня волонтеры в Таиланде сообщили, что есть возможность договориться с больницей о скидке и сократить сумму за лечение. Но пока долг только растет, и смертельно опасный вирус не отпускает барнаульца. Ирина Корчагина, Наши новости.